Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня у меня будет немножечко необычное видео, таких видео никогда не снимала. Я делала уборку в своих шкафах и нашла две интересных коробочки. Об одной я вам сейчас расскажу коробочке, ее содержимое. Если вам понравится это видео, то я вам сделаю еще одно видео за другую коробочку. Итак, дорогие мои, я интригу долго держать не могу, я вам сейчас все покажу. Итак, немного истории. Я когда-то работала в комиссионном магазине, и у нас там было много разных отделов, и в том числе был отдел антиквариата. Мой супруг очень любит покупать что-то из металла, вот у него такое вот хобби, можно сказать. И один раз он зашел и увидел этот набор, и он его купил. Что же в этом наборе? Так, открываем. Ну вот, смотрите, вот такая вот старая коробка, очень старая коробка. И там вот такие вот столовые приборы. Я скажу честно, что я, конечно же, прогуглила немножечко. Тут у меня два клейма, которые явно просматриваются. Я поставлю фотографию этих клейм. И я выяснила, что эти клейма, эта артель начала свое существование в 1890 году. Какого года эти приборы, я не знаю, но я хочу вам их показать. Некоторые приборы я выяснила, для чего, а некоторые так и остались для меня загадкой. Итак, начнем. Вот такие вот два прибора. Я выяснила, что это для сыра. На одном из них есть клеймо. Ну, это, очевидно, еще до революции, потому что там такое клеймо, как еще было при царе. Я хочу сразу сказать, что я с ними ничего не делала. Я их не протирала, не чистила. Вот как они у меня были, так и есть. В интернете я поискала, нашла несколько таких вот приборов, тоже с деревянными такими ручками. Ну, очень мало. Ну, в общем, вот такие вот два прибора для сыра. Если я что-то неправильно говорю, пожалуйста, в комментариях напишите, что вы думаете по этому поводу. Дальше, вот такие вот две вилки. Одна, вот здесь есть какой-то узор, а вторая без ничего. Это для рыбы и мяса, для разделки рыбы и мяса. Это тоже то, что я нашла в интернете. Вот такие вот вилочки. Так, дальше вот такие вот вилки. Ну, вот эта вилочка, вот смотрите, она немножечко здесь, я не знаю, я не думаю, что так должно быть. Это все-таки вилочка, наверное, немножко деформирована. Но видно, что это очень старая. Это тоже похоже для мяса. Это может быть для рыбы. Но, опять-таки, я говорю, что кто в этом понимает, подскажите, пожалуйста. Так. Вот такой нож. Ну, я тоже думаю, что это для разделки мяса. Тут тоже стоит клеймо. Вот такой вот кустарная артель. Кустарная артель Павлова. С. Павлова. Ну, вот такая вот, такой вот нож интересный. Так, смотрим дальше. Вот такая вот лопатка. Для чего она, честно говоря, не знаю. Может быть, кто-то из вас знает. Ну, вот видите, каком оно такое. Вот. Ну, я же говорю, что я ничего не терла, ничего не убирала. Вот как оно лежало. Причем, я вам хочу сказать, оно у нас лежит уже, наверное, лет сорок. Вот Славик купил, положил коробочку, и она лежит. Вот такая вот лопатка. Ну, не знаю, для чего она. Кто знает, подскажите. Это раз. И еще вот такая вот. Ну, не знаю. Я так подумала, что это для того, чтобы масло намазывать на бутерброд или там как-то. Вот мне так показалось. Ну, что это такое, тоже не могу сказать. Здесь тоже стоит какое-то клеймо. Вот. Ну, я так приближала, смотрела, как будто бы это написано. Вот, фокуса нет. Как будто бы написано сталь. Но надо будет взять линзу и посмотреть. Вот. Такие у меня приборы. И еще на дне вот этой коробочки вот такая какая-то печать. Что это такое, тоже не знаю. Ну, вот такая вот печать. В общем, вот такой вот набор. Ну, я так понимаю, что это сборная солянка какая-то. Вот. Ну, если кто знает, напишите. Может быть, я что-то неправильно рассказала. Мне просто самой интересно, что тут у меня лежит. Вот такая вот коробочка. Коробочка очень старая. Видно, что она очень старая. Такая вот потертая-потертая коробочка. Вот такое у меня сегодня видео. Пожалуйста, пишите комментарии. Мне очень интересно. Если кто-то знает что-то об этих приборах, я буду вам очень сильно благодарна. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Да, самое главное еще сказала. У меня же есть еще вторая коробочка. Если вам интересно, я сделаю обзор и второй коробочки. Ну, а теперь на этом, наверное, уже буду заканчивать. До скорых встреч, мои дорогие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok